В срочном порядке Глеб отмывает аквариум. Он станет временным домом для нового питомца домашнего зоопарка. Красноухая черепаха. Места ее обитания Австралия, Америка, Мексика. На трассе в Бендерах, там ее и нашли, она могла оказаться только если кто-то привез ее в качестве питомца. Наигрался и выпустил на волю. Она была в ужасном состоянии, она была высохшая. Скорее всего, до водоема, до лужи какой-нибудь не могла доползти, не знала куда. И мне кажется, она солнце высохла. Она у нас в воде откисла, мы ее накормили. И более-менее появилась картинка, ушло шелушение панциря. У этой птицы тоже были все шансы погибнуть на улице. Лунь степная, у нее прострелено крыло. Взгляд суровый, но ведет себя спокойно, не кусается, не царапается, будто понимают, что ей тут хотят помочь. Травмы очень серьезные, и мы очень сильно переживаем, чтобы не было заражения. Но если животное начало само кушать, значит, это хороший уже признак на выздоровление. На свободу уже выпустили и птенцов-сов с плюшек, но не всех. Тех, у кого были нужные рефлексы, чтобы смогли выжить без дополнительного ухода. Оказывается, если к взрослой сове подсадить в гнездо малышей, она будет заботиться о подкидышах, как и о своих. Мы поехали, естественно, за город, кисканский лес, обнаружили гнездо. То есть, как бы, по виду там были птенцы немного младше наших. Мы подсадили. Через пару часов, когда уже потемнело так хорошо, она начала с ними летать. Но двоих пришлось оставить. У одного сильно повреждена лапа криво сросся перелом. А у второго совсем нет инстинкта самосохранения. Это можно понять, даже наблюдая, как он реагирует на мух. Вместо того, чтобы отогнать или даже клюнуть, только жмурится. Постоянно нужно проверять, чтобы была вода. Постоянно проверять, съел ли он или нет. То есть, вот этот вот контроль, явно в дикой природе с ним так нянечиться не будут. И еще один потеряшка – белый голубь. Крылья целые, но летать не может. Если взять его на руки, тут же спешит перебраться человеку на голову. Видно, что ручной. Поэтому, если узнали своего питомца, дайте знать.